Я буду говорить по-английски. Если будут вопросы, можно и на русском их задавать. Но что касается скрининга колоректального рака желудка, было бы правильно посмотреть на эпидемиологическую картину. И мы знаем, что если мы будем делать отчеты в стандартизированном диапазоне, то заболеваемость раком желудка падает. И что очень важно, это снижение наблюдалось до снижения уровня заболеваемости хеликобактер пилори, который является наиболее рисковым фактором для рака желудка. Исходные факторы отвечают за увеличение заболеваемости раком желудка, использование холодильных, возможно, антибиотиков, курение. Все эти факторы также отвечают за снижение случаев заболеваемости. Да, хеликобактер пилори очень важна, но это не единственный фактор, отвечающий за эту болезнь. Если посмотреть на эпидемиологию в различных странах на глобальном уровне, мы видим, что тренд идет к снижению во всех странах вне зависимости от начальных цифр. Здесь мы видим, конечно, большие различия, включая такие страны, как Россия, Украина, Колумбия, с очень высоким уровнем заболеваемости. И в таких странах, как США, с низким уровнем заболеваемости. Тем не менее, везде тенденция идет к снижению. И рак желудка – это то заболевание, которым, в общем-то, пренебрегали в течение десятилетий. И давний анализ, который был сделан, осуществлен Дэвидом Форманом и его коллегами, показывает, что то, что мы знаем точно, что у нас приблизительно 1 миллион новых случаев, которые возникают ежегодно. Проблема и подсчет заключается в том, что в ближайшем будущем и с помощью анализа будущего доктор Форман использовал провинной промежуток в 30 лет. Все еще это будет все равно 1 миллион новых случаев ежегодно на глобальном уровне. Это благодаря старению населения или увеличению населения. И, следовательно, пару лет назад экспертная группа сделала публикацию. И была выпущена определенная брошюра, где сказано, что это все-таки не исчезающая проблема. Она будет продолжать иметь большую значимость и в будущем. И, естественно, должны быть интервенции с точки зрения снижения смертности от рака желудка на глобальном уровне. Таким образом, безусловно, мы знаем, что это заболевание, связанное с инфекцией Helicobacter pylori. Это причина, по крайней мере, 90% заболевания рака желудка. Это было описано в публикации 2011 года, в публикациях ВОЗ. И, естественно, вот эти 90% рака желудка связаны с инфицированием. И, возможно, тут есть определенный потенциал наличия субтипов Helicobacter pylori и вирулентности. В настоящий момент мы не рекомендуем дифференцировать стратегию, базируясь на вирулентных и невирулентных штаммах. Что, каков потенциал в сфере стратегии профилактики? Для того, чтобы понять, мы должны классифицировать эти стратегии профилактики в первичном и во вторичном ключе. Во-первых, первичная профилактика и стратегия, естественно, должна приводиться к снижению передачи Helicobacter pylori. Это связано с диетом, стилем жизни, модификациям. И необходима стратегия, первичная стратегия, в соответствии с определением, вторичная стратегия профилактики также существует. Она включает поиск предраковых состояний и рака ранних стадий. И если говорить о скрининге рака желудка, мы должны понимать, о чем мы говорим, о каком роде скрининге мы говорим. Говорим ли мы о скрининге Helicobacter pylori, или мы говорим о скрининге дораковых состояний или ранних стадий рака. И, безусловно, методы и подходы, а также индикаторы для каждого скринингового подхода будут абсолютно отличаться. Естественно, мы не можем все это объединять вместе. И давайте посмотрим на то, что происходит на глобальном уровне. Организованные скрининговые программы существуют только в двух странах на глобальном уровне. А это Япония и это Южная Корея. Удивительно, но все еще Япония пользуется старыми методами рентгеновского подхода. И, естественно, что касается качества организованного скрининга, это единственный метод, который далеко не является идеальным и осуществляется с другим качеством по сравнению с тем, как это делается в Западном мире. Что касается Кореи, то рентгеновский скрининг также увязывается эндоскопическим. Результаты лучше данные о смертности, еще не совсем, так сказать, обработаны. Но Южная Корея значительно лучше в скрининге преуспела, чем в Японии. Но проблема заключается в том, что эти методы, они не применяются, часто не применяются вне Азии. И не совсем доказана польза этих методов. И вот какова деятельность, каковы региональные виды деятельности в рамках скрининговых программ? Да, в Латинской Америке, в Коста-Рике они пытались реализоваться рентгеновский скрининг, базируясь на японском опыте в Китае. Это называется региональной деятельностью, потому что в нескольких регионах они вовлекают пациентов для эндоскопического скрининга и в Казахстане, они реализуют скрининг желудочно-кишечного тракта, но информация все-таки не совсем эффективно собирается, и не очень хорошо эта система работает в стране. Если посмотреть на другой подход, скрининг и лечение на предмет хеликобактер пили, то есть поиск хеликобактерии, скринение хеликобактер пили среди здорового населения, какова основа, какова почва? Было проведено три метаанализа, которые были, увязывали с экономической эффективностью. И, с другой стороны, существует обеспокоенность по нежелательным явлениям, по партнерам резистентности, которые также касаются не только хеликобактерии других микроорганизмов, и в результате ни в одной стране на глобальном уровне не был реализован этот подход. Да, были некоторые попытки сделаны, и было проведено исследование ЛИНКЮ, доктор Ю занимался, и профессор из Германии также принимал участие, где было вовлечено 200 тысяч людей, и эрадикация в двух ветвях. Это на Тайване, в Мацу, было исследование. И еще, насколько я знаю, есть два региона в Тайване, которые реализуют стратегию эрадикации с желанием, что, может быть, это может быть затем на всю страну распространиться. Ну, то есть это все региональные виды деятельности. И на острове Мацу очень хорошая демонстрация по поводу эффективности существует. Но есть еще и минусы с такого подхода, потому что жители острова, насколько я знаю, как бы с точки зрения эрадикации, они испытали два подхода. Было, правда, наблюдалось 25-процентное снижение случаев заболеваемости рака желудка и снижение 78% инфекции хеликобактерии. И рассматривались также естественные причины инфицирования и ожидания по поводу будущего. Но не было контроля должного в рамках этого исследования, хотя, безусловно, оно очень важно было в результате. И, базируясь на этих данных, мы можем сказать, что у нас есть некий очень важный консенсус. Например, глобальный консенсус Киота, который пару лет назад был достигнут, и результаты были опубликованы два года назад, где было сказано, что поиск и лечение на предмет хеликобактерии пилори должен происходить до того, как возникнет передраковое состояние. Это необходимая стратегия. Между прочим, впервые были разработаны директивы, и гастрит рассматривается как заболевание инфекционного характера, и поэтому не должна быть представлена стратегия эрадикации. Хотя есть соображения против этого, но что мы уже знаем, что эрадикация хеликобактера пилори сокращает риск развития рака желудка. В конце прошлого года мастерская группа проводила регулярные встречи, и мастер 5 регламенты были созданы, и все это касается целого процесса. Что говорится в отношении предотвращения рака желудка в этих директивах? Дело в том, что HP – это серьезный фактор риска развития заболевания рака желудка. Другие факторы были упомянуты. Прежде всего, это окружающая среда, инфекция, во всяком случае, на сегодняшний день. Эрадикация пилори хеликобактера снижает риск возникновения рака желудка, и должен рекомендоваться такой подход в высокой группе риска. А также, в конце концов, мы можем сказать, что стратегия рассматривает следующие варианты – варианты финансирования. И прежде всего, необходимо проводить финансовую поддержку именно компактно проживающих сообществ с высокой группой риска возникновения рака желудка. Необходимо проводить скрининг. Скрининг должен быть с хорошей чувствительностью, совершенной специфичностью, чувствительностью, специфичностью, и должен быть доступен населению. Это как раз критерии Вилсона и Янга, которые я уже сегодня продемонстрировал. Как мы знаем, разработка программы предотвращения рака желудка, в частности, кишечного типа – это каскад предраковых состояний. Это атрофический гастрит, метаплазия, дисплазия и, в конце концов, развитие карциномы. Когда мы говорим о биомаркёров, например, это, прежде всего, проводить скрининг неинвазивно данных состояний. В течение многих десятилетий, в частности, в Азии, конкретно в Японии, использовался тест пепсиногена, и затем был добавлен гастропанель. Пепсиноген, прежде всего, определяет функциональное состояние слизистой оболочки желудка в верхней части желудка и G17 в выходном отделе желудка. Ну, как вы думаете, это действительно эти маркёры могут нам помочь тестировать, применяться для массового тестирования, массового скринирования? Это вопрос открытый для обсуждения. Профессор Меккио в Японии, вот как раз наверху, на верхней фотографии. Пенци Сиппенен, который из Финляндии, который представил этот метод в Европе, и также гастрин-17 добавил в панель, и Франческо де Марио, который сейчас активно продвигает вот этот тест, использовать этот тест в Италии и в Европе. Если мы говорим о различных исследованиях, мы, конечно, можем посмотреть на исследования, проведенные в Японии, увеличение уровня пепсиногена, что коррелируется с повышением риска возникновения рака. Но критисизм все равно существует. Эти данные, они не соответствуют другой популяции, европейской популяции. Это последняя публикация в отношении популяции Сибири, Новосибирск. Профессор Курилович и коллеги опубликовали, они говорят о том, что практически сниженный пепсиноген наоборот скоррелируется с повышением риска рака желудка, и нет никакой корреляции с гастрин-17 или антигенов. Но что это означает на самом деле? Какое соотношение, какой процент риска? Мы не можем пока рекомендовать такой скрининг только на основе повышенного или пониженного риска. Сейчас мы увеличили количество случаев. Мы измеряем пепсиноген и гастрин-17 у больных раком желудков, и можем сказать, что гастрин-17 бесполезен. И даже сниженный пепсиноген мы обнаружим у одной трети пациентов, которые страдают раком желудка. И мы потеряем практически треть пациентов. Это хорошо или плохо? Это другой вопрос, другая история для нас. Иногда вы можете проводить скрининг, который не будет обладать совершенной чувствительностью. Если мы говорим о массовой эрадикации хилокобактер, существуют определенные проблемы. Европейский проект называется «Конкон», который занимается скринингом. Ахти Антин руководит этим проектом. Оценивали существующие и потенциальные программы скрининга в отношении возникновения рака. На заседании, которое состоялось в Риге в мае год назад, были выдвинуты вопросы в отношении эффективности стандартного лечения по эрадикации хилокобактера, особенно в зонах, где имеется высокая резистенция к антибиотику. Массовая эрадикационная стратегия может изменить тот алгоритм эрадикации, который применяется в той или иной на стране, в Латвии сейчас, с теми антибиотиками, которыми сейчас используются, в случае, если мы предлагаем инфицированным пациентам пролечиться антибиотикам. Конечно. А вот такая интенсивная антибиотикотерапия может привести к возникновению нежелательных явлений и, в частности, к развитию резистентности, что очень важно принимать во внимание. Широкие антибиотики, кларотримицин, который сейчас используется, может привести к снижению чувствительности микроорганизмов и это, к сожалению, может привести к возникновению жизнеугрожающих заболеваний. И, в частности, мы теряем потенциальную линию антибиотиков. Сейчас, к сожалению, у нас нет идеального инструмента скринирования в отношении рака желудка. Те инструменты, которые существуют, они недостаточно исследованы, хотя эрадикация в компактно проживающей группе населения достаточно экономически эффективна, все-таки существуют потенциальные риски, которые недооценены. Вот это ИАРК, рабочая группа, публикацию, которую я уже показывал. Это стратегия, которая должна быть внедрена, но она может быть внедрена только на основе хорошо разработанных методологически правильных клинических исследований. Сейчас мы говорим об исследовании ГИСТАР, и мы координируем это исследование. Это мультицентровое рандомизированное исследование о скринировании пемпсиногена и эрадикации хеликобакта пилори. Это дизайнерные исследования. Здоровые люди, 40-64 года, включены в исследование. У них нет каких-то симптомов. Затем рандомизация проходит. Две группы. Вторая группа – это группа наблюдения. У них можно привести колоректальное скринирование, но нет никаких интервенционных мероприятий. Группа 1 – положительный хеликобактер, отрицательный, сниженный уровень пепсиногена. Мы ожидаем наблюдать за этими пациентами. Несколько лет потребуется для наблюдения. Может быть, даже 15 лет. Но сейчас мы завершили пилотное исследование в Латвии. Мы включили в исследование 3450 пациентов. 68,3 – это серопревалирование хеликобактера. 5,6% – фиттест положительный. Более чем тысячи эндоскопий верхнего отдела желудочно-кишечного тракта было проведено. И я хочу сказать, что организованная скринированная программа сейчас используется только в Японии и Корее. И эти тенденции, эти подходы могли бы автоматически применены в других частях мира. Неинвазивные методы скринирования, они доступны, но, к сожалению, они не достигают тех характеристик, которые мы хотим иметь, и они не идеальны для скринирования. Скринирование и лечение хеликобактера продемонстрировало свою эффективность, и это должно проводиться на основе хорошо организованных, методологически разработанных клинических исследований. Необходимо разработать более детальные методы для стратификации риска и наблюдения за пациентами. Представленный доклад. Какие будут вопросы? — Скажите, пожалуйста, программу финансирует полностью правительство Латвии? Или какие-то есть спонсорские вливания? — К сожалению, программу никто не финансирует, даже международное агентство, под которым эта программа, в принципе, проводится. Мы ищем разные варианты финансирования для каждого центра отдельно, но общего финансирования нет пока вообще. — Гастроскопию за счет кого делается? — Гастроскопия в данный момент проводится только в ситуациях, если есть индикации, то есть если есть сниженные пепсиногены. — Тысяча, тысяча. — Да, это сперва во время пилотного исследования были расширены индикации, да. И тогда частично гастроскопия финансировалась тоже из грантов, да, частично из общего бюджета. На данный момент, поскольку на эндоскопию направляются только те пациенты, у которых есть индикации, в принципе, в ситуации в Латвии это финансируется бюджетом. — Последний вопрос от меня. — Сколько стоит гастроскопия в Латвии? — Расценки есть разные. По-моему, государственная расценка около 40 евро, но может быть, что дополнительно идет, если при медикации глубокая седация, тогда это может удвоиться, эта сумма. — Понятно. Спасибо большое. Вопрос. — Спасибо, коллега, за очень интересный доклад. У меня два маленьких вопроса. Первый. Вот гастропанель. В каком возрасте начинаете этот скрининг с помощью гастропанели? — Сперва я должен сказать, что гастропанели мы больше не пользуемся. Но мы скрининг тоже не проводим, стандартные скрининги. И даже коммерческие лаборатории не предлагают измерения пепсиногенов. Но в рамках проекта это с 40 до 44 лет. — Понял. И скажите, пожалуйста, выявляется ли у вас рак желудка в Латвии до 40 лет? Или только после 40? — Естественно. Есть случаи, когда это выявляется. Вопрос, естественно, генетических изменений, да. Хоть и в тех индивидах, где, в принципе, было это выявлено, и которые проверялись, 100% на CDH1 это один мутация не была доказана. — Спасибо. — Большое спасибо за ваш доклад. В прошлом году были опубликованы результаты международного глобального проекта «Конкорд-2», о которых вы знаете наверняка, Латвия участвовала там полностью, в котором пятилетняя относительная выживаемость больных раком желудка в двух странах с установленным скринингом была 58% в Корее и 54% в Японии. Следующая была Италия — 32%. Разница очень существенная. Мой вопрос о том, насколько возможно, по вашим ощущениям, экстраполирование этих результатов на Европу, например, если бы у нас был введен скрининг, с учетом того, что все-таки кишечный тип рака желудка в Европе и в России тоже гораздо реже встречается. Да, спасибо за вопрос. Я абсолютно знаю, естественно, данные Японии точно отличаются в проценте пятилетнего выживаемости. Да, это верно. Я думаю, что сперва мы не можем, как эта встреча в Риге, какие заключения были, что на данный момент общий скрининг вести, мы не видим возможности, и нету достаточных доказательств. Так что мы не можем рекомендовать сразу внедрить и ожидать снижения. Да, хоть это подсчитано, это данные исследования, что если при эрадикации, массовой эрадикации, риск рака желудка уменьшался бы на 35-40% смертности. Нет, ну общего. Тоже диффузный рак связан, но это опять зависит, в каком возрасте. Есть еще вопросы? А можно вам по поводу колоректального? С удовольствием. А у вас какие, вы ведь проблему, наверное, знаете, люди мотивированы делать колоноскопию или есть отказы? Вот мы сделали это, и много людей отказываются категорически от колоноскопии. Что происходит у вас? Опять очень важный вопрос. У нас скрининг введен, но не в том виде, как это должен вводиться. И мы, в принципе, то, что мы в Латвии сделали, мы тоже пилотное исследование сделали несколько лет тому назад. И, в принципе, пришли к такими же выводам, что, в принципе, это же самый метод, более-менее, который пользуется и Тайване, который рекомендуется европейскими рекомендациями, абсолютно может работать и работает, если только качественно ввести этого. Но абсолютно верно тоже в рамках пилотного исследования то, что мы видели, что никак мы не можем достичь необходимого процента из тех, у которых положительный тест на скрытую кровь, чтобы они попали на колоноскопию. Какой у вас процент? У нас было около 60%, а минимум это 90-95% по рекомендации. Спасибо большое.